Всем здравствуйте! У нас в эфире в 17 часов Москвы по пятницам будет каждую неделю Юрий Шулипа, правовед, директор Международной Ассоциации Института национальной политики. Юрий, здравствуй! Привет, Светлана! И также приветствую всех зрителей и слушателей твоего канала. И большая просьба ко всем, кто сейчас смотрит наш эфир. Участвуйте в распространении этого эфира. Делитесь, лайкайте, делайте всё, чтобы информация расходилась как можно, как говорится, шире. Так, Юрий, я всё правильно сказала? Наверное. Вот, Юрий, вот ты весьма критично отозвался о голосовании по поправкам к Конституции, да? Назвал этот процесс кровавым обнулением. А, собственно, в чём дело? У нас в России всё прекрасно. Вот ЦИК сообщила итоги уже, итоги у нас замечательные. И уровень поддержки на 18% превысил аналогичный показатель, когда Конституцию в 93-м году принимали. Видишь, как у нас всё замечательно? Ну, наверное, я всё-таки начну с макроуровня. Расскажу всё-таки о глубинных причинах этого обнуления. А потом уже мы перейдём на микроуровень и постараемся раскрыть технические детали обнуления. Что касается макроуровня, то причины обнуления, их нужно искать глубоко в истории. Они кроются, в частности, ещё в конце 90-х годов прошлого века, тысячелетия, когда группа, очень такая пёстрая смесь олигархата, питерских чекистов и бандитов, в том числе как из Питера, так и из Тамбовской ОПГ, и вот таких вот старых маразмирующих коммунистов решили провести спецоперацию под названием «Приемник». То есть была достигнута с Ельцином такая договорённость, что он тогда уже по состоянию здоровья действительно не смог управлять Россией. И ему нашли из Питера вот этого чекиста, причём я, вот опять-таки, исходя из той информации, которую располагаю по своим каналам, эта спецоперация ещё началась в 98-м году, когда Путин только что появился, а мы помним, что он появился из ниоткуда и сразу стал директором Федеральной службы безопасности, потом был председателем правительства, ну и после чего Ельцин, когда объявил, что я ухожу, он уже по Конституции, как пример, стал из исполняющим обязанности президента России, после чего его, уже так сказать, ну, в кавычках, скажем так, выбрали. В чём заключается суть? Это группа компаний, которая продвигала Путина, ну и Путин, в общем-то, как часть этой компании, у них, значит, были две причины. Первое, значит, это геополитический реванш, это команда реваншистов, они хотели таким образом отомстить Западу за поражение Советского Союза в Третьей мировой холодной войне. И вторая причина – это восстановление вот такой империи, полуимперии, полусовка, ну, фактически то, что мы сейчас имеем. То есть, вот, как, например, раньше, ну, та вот аудитория, которая постарше, они, наверное, помнят, кто жил в России, точнее, в Советском Союзе, вот, когда из Советского Союза действительно невозможно было выехать, вот, и в Советском Союзе был везде создан дефицит, нельзя было ничего купить, но для представителей ЦК КПСС и Советского руководства существовали отдельные магазины «Березка», были чеки, было свое спецпитание, были, значит, зарубежная одежда, вот, вещи, там, магнитофоны покупали и все прочее. Даже представители ЦК КПСС имели также право выезжать в эти самые соцстраны, ну, страны бывшего Варшавского договора без проблем, то, что простые смертные себе даже и не могли позволить. Вот, собственно говоря, такую модель решили создать, ну, как бы ее восстановить, но уже вот в современных условиях, вот та группа, которая привела, собственно говоря, Путина к власти. Путин, понятно, что 14 лет постепенно закручивал гайки, он готовил Россию к войне, вот, он, в общем-то, ну, скажем так, развил с помощью вот своей вот этой грязной пропаганды российской, ну, на профессиональном языке это называется «Технология информационно-психологического воздействия», все вот это, скажем так, имперскую низленность, вот, ненависть к другим народам и так далее, вот такой некий империализм. И с 20 февраля 2014 года он начал четвертую мировую гибридную войну не только против Украины, но и против всего коллективного Запада Украины, всего лишь, ну, один из театров, то есть это одна из территорий этого большого глобального театра военных действий, что зафиксировано на ведомственных медалях Министерства обороны, ну, за так называемое, в кавычках, возвращение Крыма. Я хочу напомнить, что с 1946 по 1992 год Советский Союз ввел против коллективного Запада и Соединенных Штатов Америки в так называемую Третью мировую холодную войну, и она окончилась в 1992 году после подписания Кэмпиндейльских соглашений между президентом России и Соединенных Штатов Америки. Вот нечто подобное, в общем-то, сейчас пытается сделать Путин. Потом обнуление – это в первую очередь важный сигнал Запада. То есть, таким образом, Путин коллективному Западу, США, Евросоюзу и, скажем так, даже тем цивилизованным странам, которые, ну, тоже их можно отнести к странам цивилизованного западного мира. Это вот Австралия, Океания, ну, и Япония в том числе. Он им показывает, что четвертая мировая гибридная война, которую ведет, и его все подрывные действия, они, безусловно, будут усилены. Он будет править Россией вечно. То есть, он уже показывает, что будущий потенциальный военный конфликт между странами НАТО и Россией, он таким образом неизбежно состоится. И, кстати, это вытекает из планов Путина по развязыванию агрессивной войны в 2023-2024 годах со странами НАТО. Причем это уже, там идет речь о потенциальном военном конфликте в результате ухудшения международной общественно-политической обстановки. И таким образом сейчас мы переживаем очень интересное время, когда после обнуления усилится агентурно-подрывная деятельность России, как в Соединенных Штатах Америки, в том числе сейчас и накануне президентских выборов, так же и в Европе, а в Европе еще больше, российская агентура будет работать. Потому что раз ухудшение международной обстановки, то, соответственно, Путин будет работать на подрыв европейской безопасности, для того, чтобы создать какой-то вооруженный конфликт и уже потом, соответственно, в него вмешаться. Вот и, кстати, я хочу обратить внимание слушателей и зрителей, ведь почему Путин изучает внимательную историю войны. Юра, очень длинные монологи. Зрителям тяжело слушать. Так что я понимаю, да. И я уже завершаю это свое выступление. Ну, в общем, иными словами, нужно путинское обнуление рассматривать в качестве вызова всему мировому сообществу. Это, по сути дела, и есть метка для мирового сообщества. И теперь я, кстати, сейчас буквально быстро расскажу, приведу три основных признака. Первое. Это приоритет норм российского законодательства над международным правом. Специально эта норма была введена в поправленную путинской конституцию для того, чтобы, в первую очередь, Путин и его чекистско-фашистского ОПГ обезопасить от международной уголовной ответственности. Потому что рано или поздно Международный уголовный суд в ГАДе выдаст ордер на арест Путина за все его преступления, которые он совершил в Украине, в Сирии, в других странах. А Путин просто будет прикрываться своей конституцией. Они скажут, типа, ну вот мы ваше решение Международного уголовного суда в ГАДе не будем упадать, потому что оно, ну, условно говоря, там может причинить ущерб нашей безопасности. А нашу безопасность, имейте в виду российскую безопасность, это безопасность Путина и его чекистско-фашистского ОПГ. Потом второй фактор, это запрет на отчуждение территории Российской Федерации. То есть, вот по примеру, автономной республики Крым. Россия преступным путем оккупировала, потом аннексировала Крым, отжала эту территорию Украины, и теперь она своей же конституцией наложила запрет на отчуждение данных территорий. Я напомню, что Россия имеет спорные территории с Финляндии, где часть Восточной Финляндии оккупирована Россией, с Китаем, где Северный Китай, это вот сейчас в Российской Федерации считается территорией Южной Сибири, в Сипоне, ну и там ряд иных территорий. Все понятно. Юрий, значит, очень сильно широко в стороны расходишься. Давай не так, давай коротко сформулируем. Путину нужна была новая конституция под его новые задачи. Он такую конституцию принял, вот она есть, принял он ее блестяще, будем так сказать. И вот смотри, в администрации США обеспокоены вот этим, так? А ответ от России поступил весьма конкретный. Это наша страна, это наши поправки, законы России превыше международным. И что будет, на твой взгляд, сейчас делать США? Ну, США в данном случае, я считаю, должны следить за той ситуацией, за активностью России на международном уровне. Потому что, я повторюсь еще раз, и я хочу просто, чтобы зрители слушателей поняли, что путинское обнуление – это, в первую очередь, вызов международному сообществу, а потом уже, соответственно, это внутрироссийская повестка. То есть, я так полагаю, США просто будут следить, наблюдать за активностью Путина. И что? Ну, не нравится им активность Путина, и что дальше? Ну, дело в том, что, к сожалению, вот как показала практика, это нападение России на Грузию, аннексия Крыма, Соединенные Штаты. Ну, вообще, США, я считаю, они просто абсолютно проиграли на постсоветском пространстве. Их политика платежная, но и неэффективная, и все. Просто, ну, они показали полную импотентность и несостояние. Даже вот по тем самым гарантиям для Украины, по Будапештскому меморанду. Соединенные Штаты Америки и Великобритании должны были принять все усилия для того, чтобы заставить Россию стану агрессору и оккупанта освободить временно-оккупированный Крым и Донбасс. Но они даже этого не делают. Они просто, кстати, вот политика США, и я вот хочу обратить это внимание, по сравнению, вот по отношению к путинской России, она ситуационная. Я так ее называю, это чисто ситуационная политика. У них нет четкой стратегии, как действовать с Путиным, как купировать этот преступный путинский режим, убрать его с Донбасса и Крыма. То есть, в чем она выражает? Вот, условно говоря, на линии обороны со стороны временно-оккупированной территории больше увеличился обстрел, они, соответственно, раз и ужесточают санкции. Потом вмешательство России и выбора США произошло, они ввели санкции. Еще где-то Путин в чем-то обделался, и они опять ужесточают санкции. То есть, они действуют по факту. И это, на самом деле, очень плохо, потому что позволяет Путину маневрировать, дает ему маневры. А вот если бы они действовали бы целенаправленно, вот если бы действительно была бы нормальная политика, сотрудничество Украины, США, Великобритании, разработка действительно стратегии деоккупации. Только у одних Соединенных Штатов Америки, я хочу напомнить, существует достаточное количество инструментов для того, чтобы чисто невоенным путем заставить уйти Путина из Крыма и Донбасса. Но они эти инструменты не используют. То есть, политика со стороны США, она очень беззубая, безответственная. Ну и это больше напоминает игры, чем реальные какие-то действия. Путин, короче, выиграл в этой ситуации. Америка проиграла. И пока будет Дональд Трамп, так это и будет. Возможно, это так, я полагаю. Потому что Дональд Трамп как-то психологически зависит от Владимира Путина. И, конечно, он во многом и позорит республиканскую партию. Я бы, честно говоря, на месте республиканцев, у них 24 августа будет партийный съезд, не выдвигал бы кандидатуру Трампа. Но у них там замечательно есть кандидаты в президенты. Например, тот же самый Мит Ромни. Вот, я считаю, его можно выдвинуть в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов. И все. А с Трампом надо как-то им закончить, просто разобраться хотя бы. В общем, рассчитывать на то, что международное сообщество как-то вмешается в российские дела, по большому счету, не приходится. Вот смотри, движение в защиту прав избирателей «Голос», они посчитали недействительным все 58 миллионов голосов. Они там не соответствуют российским законам. И что? Мало ли что посчитал «Голос». Есть ли какие-то шансы взять и отменить вот это произошедшее голосование? Как ты считаешь? Дело в том, что с позиции российского права, с позиции российского права, обнуление пункта... Что-то там и делается у нас нехорошо. Все, снова так? Светлана? Да, да, да. Там пропало. Что-то связь порвалась. Сейчас. Одну секундочку. Просто вы тут, я говорю с аппаратом, мне всякие различные звонки поступают. Дело в том, что с позиции российского законодательства так называемый референдум по поправкам в Конституцию, он фактически точно такой же имеет смысл, как и так называемый референдум, который прошел в оккупированном Крыму 16 марта 2014 года за так называемое, в кавычках, присоединение Крыма к России. То есть это фактически юридически равнозначно такое же действо. Понятно, что это один из эпизодов большого длящегося конституционного переворота во времени. Потому что недавний эпизод – это когда Путин, вопреки определению Конституционного суда, пошел на третий срок, а вот совершил один государственный переворот. Вот теперь следующий эпизод этого переворота – вот эти путинские поправки. Поэтому, конечно, мы их можем только гипотетически просчитать, какие были нарушения. Потому что там нет абсолютно никакой верификации с технической точки зрения. Мы не сможем оценить масштабы всех классификаций. Приспекации, безусловно, были. Это подтверждают различные организации и наблюдатели. Но объем и глубину масштабов мы можем только гипотетически предполагать. Поэтому понятно, что это не имеет никакого юридического значения. И просто таким образом Путин прошел уже, можно сказать, очередную точку бифуркации в распаде России. Первая точка – это, можно сказать, была война в Чечне. Российско-Чеченская война, когда Россия воевала против Чеченской республики Ичкерия. Вторая – это аннексия Крыма и оккупация. И третья – это сейчас путинское обнуление. Путин полностью уничтожил конституционную материю, можно так сказать. Я думаю, конституционалисты со мной, так сказать, на меня не обидятся, согласятся, что Путин уничтожил конституционную материю. Ну и теперь надо только, как говорится, запастись попкорным и дожидаться, пока Россия распадется. Понятно. Ну, значит, то, что было в Крыму референдум, законный или незаконный, но ничего. Вот как взяли Крым, так он и в России, как говорится, и находится. И вот по этому голосованию законное, но незаконное. Но ведь, согласись, массового-то сопротивления не было. Вообще как такового сопротивления нет. Если, значит, у нас было что-то в интернете, отдельной политики блогеры выступали, то ведь на уровень-то реального мира это почти не вышло. Так что, как ты вот состояние российского сообщества оцениваешь? Ну, действительно, я абсолютно согласен, что Путин фактически, вот как там говорят, Путин выигрывает и так далее. А у кого выигрывает? Выигрывает не у кого. Никто абсолютно не сопротивлялся. Все полностью зачищено. Инфантильность российского населения я не знаю. Конечно, вот меня, честно говоря, все это поражает. Какой уровень инфантильности, зомбированности. То есть Путин просто по инерции. И вот что самое страшное в этой ситуации, то, что не имея сопротивления внутри вообще никакого, это безусловно разжигает у Путина аппетиты, причем огромные аппетиты. И очень хорошо разжигает для ведения агрессивных войн. Потому что раз внутри нет никакого сопротивления, он победил свое население. Я считаю так, что здесь, если говорить в контексте победы, то это победа Путина над Россией и над российским населением. Почему? Потому что после его обнуления все деградационные процессы, которые мы наблюдаем в России, складываются в последние годы. Это и прессии, уровень безработицы, падение производства, экономическое благосостояние граждан, они только будут прогрессировать. И безусловно, что все эти факторы, они рано или поздно приведут к распаду России. К тому следует отметить еще важную вещь, о которой не говорят другие специалисты, что фактически 2020 год, он ознаменуется как годом окончания нефтегазовой эпохи. Нефть у России сейчас даже стали меньше покупать, ввиду того, что она находится в переизбытке. Даже та же самая Саудовская Аравия, она снабжает нефть уже, то есть она по объемам снабжения обогнала Россию. Это уже тема, она затертая, замыленная, да? Вот смотри, да, именно перед голосованием Путин объявил военные сборы. Это, на твой взгляд, совпадение или просто он понял, что можно, что ничего уже не будет? Нет, дело в том, что эти военные сборы, они связаны с планами Владимира Путина по проведению военной операции против Украины, по захвату трех областей – Одесской, Николаевской, Херсонской, которые он планирует осуществить в этом году приблизительно 17 сентября. Вот, собственно говоря, с этим и связаны военные сборы. Ты считаешь, что они связаны именно с ситуацией с Украиной или все-таки с Белоруссией? Нет, естественно, с Украиной. И более того, это не я так считаю, а об этом сообщил представитель общественного совета Министерства обороны России, что именно как раз-таки вот эти сборы, они связаны с проведением военных, точнее, вот мобилизаторы населения связаны с военными учениями «Кавказ-2020». И на этих военных учениях я хочу напомнить, это крупнейшие командно-штабные военные учения, на которых задействована вся отряда вооруженных сил России, это ракетно-космические, морские и попутные войска, и будут отрабатываться нанесения военных ударов по Украине, в частности, захват военного аэропорта в городе Николаеве. Поэтому эта мобилизация, еще раз повторюсь, она связана с планом Владимира Путина по нападению на свободные территории Украины. И вот попыток, то есть мы же еще не знаем, нападет ли Путин или нет до конца, захватит ли, удастся ли эти области или нет, а если не удастся, то какую территорию Путин может иметь в виду свободную территорию Украины захватить. Поэтому это просто сейчас мобилизация, она еще раз связана с планами Путина по нападению на Украину. А именно на Украину? Беларусь ты не рассматриваешь в качестве объекта? В Беларуси ситуация заключается в следующем образом. Все-таки президент Лукашенко, это вот его поездка в Ржев, когда он снова встречался с Путиным, он, вероятно, все-таки договорился, и я так полагаю, даже не то, что договорился, но он, как обычно, показал Путину свою лояльность, что он готов на дальнейшие какие-то интеграционные процессы по поглощению Республики Беларусь в российское пространство, вот в это так называемое будущее совковое государство, которое планирует создать Путин. Я считаю, что это просто маневры перед Путиным, здесь на самом деле немножко все сложнее. То есть тут Лукашенко пытается не веривать перед Путиным, по крайней мере в том плане, что в Белоруссии с высокой долей вероятности как в ходе выборов, так и, возможно, после выборов прогнозируются различные массовые беспорядки, и таким образом Лукашенко просто обращается к Путину, чтобы, по крайней мере, в этих беспорядках Путин не оказывал какое-то влияние во внутренние дела в Республике Беларусь, так как Лукашенко действительно очень сильно боится подрыва, и у него на самом деле очень маленький рейтинг, так как реальный рейтинг Лукашенко, я считаю, где-то, наверное, около 3%, не больше. А ему нужно... Он тоже, как Путин, планирует пожизненно править Республикой Беларусь, и вот он существует от выборов до выборов. То есть для него вот эти выборы в 2020 году, это, ну, для Лукашенко это наиболее тяжелый выбор. То есть это не декабрь 2010 года, когда там, ну, была небольшая оппозиция, пришла и быстро разогнали уголовные дела, сфосифицировали, и потом полностью зачистку. Потому что здесь мы видим, что даже и силовики в Республике Беларусь, они уже не проявляют к Лукашенко лояльности, там какие-то ОМОНовцы отказались разгонять их уже, там даже сейчас в Беларуси силовиков уже попроявляют на лояльность. То есть это говорит о том, что режим Лукашенко действительно трещит по швам. Вот, поэтому будем в Республике Беларусь смотреть за ситуацией. И хотя, смотрите, здесь еще в чем сложность заключается? В том, что Республика Беларусь с Российской Федерацией находится в общем военном, таможенном и, соответственно, пограничном пространстве. Вот, и, ну как вот Путин может ввести войска, условно говоря, в Республику Беларусь без согласования? Если фактически, ну, российские войска и белорусские, это вот по договору АДКБ, договора коллективной безопасности, ну, это фактически является одним и тем же войском. Вот, поэтому за Республикой Беларусь, конечно, будем смотреть. Но я просто не исключаю, что если в Республике Беларусь осенью могут начаться какие-то бунты, погромы ввиду того, что Лукашенко всех обманул с трехпроцентным рейтингом, силовики откажутся выполнять его преступные приказы по подавлению митингующих. И второй фактор, что если кто-то появится западный, ну, скажем так, тот кандидат, который будет симпатизировать запады, выступать за белорусский язык, белорусские ценности, независимость Беларуси от России, интеграцию, значит, Белой Республики Беларусь в европейское пространство, то не исключено, я считаю, вот в данном случае, что Путин может воспользоваться и ввести свои войска на территории Республики Беларусь, если союзные войска, то есть это армия вооруженной силы Республики Беларусь выйдут из подчинения кремля, это важно. Юра, ты считаешь, что победа Лукашенко на выборах, это не стопроцентный вариант, что могут получиться какие-то другие нюансы? Нет, Лукашенко произойдет первого победа, это такая же будет, ну, там такой же будет абсолютно уровень фальсификации, как и на всех путинских выборах, может быть, больше или меньше, сейчас пока трудно предсказать, но в любом случае мы это видим, что Александр Лукашенко, он уйдет от власти не в результате выборов. Ну вот посмотри, да, у нас в России сейчас фальсификации зашкаливали, протеста никакого, ни до выборов, вернее, ни до голосования, не после голосования, тишина, в Беларуси и сейчас не так, и после выборов тоже будет не так, ты считаешь? В Беларуси нет, по-другому, в Беларуси, ну, во-первых, республика Беларусь, она меньше, понятно, России, в республике Беларусь уже идут протесты, мы видим тысячи людей, которые выстраиваются в очередь, такого, кстати, раньше в республике Беларусь не было, тысячи людей, вот буквально недавно показывали, выстраивались в очередь для того, чтобы подать свою подпись в поддержку независимого от власти кандидата в президенты, это важно, то есть Беларусское общество, оно протестом, основная его масса, не все, конечно, Беларусь в обществе, но активная масса точно уже вырисовывается, тех людей, которые, значит, давали подпись за независимых кандидатов, потому что именно эти люди... Так, у тебя снова что-то там отключить надо было, несколько раз был срыв. Да, потому что Светлана, сейчас как связь, все нормально? Сейчас нормально, да. Да, потому что именно вот эти люди, которые отдали свои подписи за независимых кандидатов, за выдвижение независимых кандидатов в президенты, они будут потом защищать свой голос на митинге. То есть реально Лукашенко создал бюрократические препятствия, не допустил тех лиц в качестве кандидатов в президенты, которым они симпатизируют, поэтому они, безусловно, выйдут на протестные мероприятия. Это уже протестный потенциал. И плюс к тому, что ситуация... Тут нужно опять-таки смотреть, что если в России будет ухудшаться экономическая ситуация, а экономика Республики Беларусь, она полностью фактически зависит от экономики России. В Беларуси она в российских кредитах, финансах сидит и так далее. То есть соответственно пропорционально будет ухудшаться и экономическая ситуация в Республике Беларусь. Хотя она там и так уже, так сказать, не очень хорошая. Ну и плюс к тому, что нужно понимать и моральную усталость от Лукашенко, но все-таки уже 26-й год у власти это просто нонсер, что в европейской стране диктатор 26 лет сидел, я понимаю, условно говоря, в странах Африки, где-то в Азии, там, вот в некоторых остальных странах это когда диктатор там по 30-50 лет сидит, это в порядке вещей считается. Но для Европы понятно, это нонсер. И люди просто, еще раз повторяю, они устали, они выйдут от Лукашенко вот как раз-таки по двум, я считаю, причинам. Первая, это бесперспективность абсолютно, раз. И вторая, это моральная усталость от диктатора. Возможен в Беларуси армянский вариант? Я не вижу в Республике Беларусь армянского Пашиняна. Хотя есть там такой некий пан Бабарико, вот, его некоторые связывают с тем, что он работал в каком-то Белорусском банке, а этот банк в случае связан с Газпромом. Но я пока не знаю. Во всяком случае таких посылок нет. Но опять-таки нужно посмотреть. Если будут какие-то протесты и снесут диктатуру Лукашенко, то потом, я так думаю, что-то похуже по аналогии с Арменией может быть. Но тут надо смотреть, как... А Тихановский не лидер? Ну, он пока в некоторых кругах, скажем так, лидер общественного мнения. Но опять-таки, я говорю, надо посмотреть, потому что если будут протесты в Республике Беларусь, должно, конечно, в результате в ходе протестов произойдет раскол элит, потому что все так называемые белорусские элиты, и они же тоже, многие из них уже давно недовольны Лукашенко, если только ему откровенное неприятие, то да, я думаю, если часть элит и тех лиц, которые поддерживают блокера Типановского, как-то объединятся, они могут свои возможности скандидируют, армянский вариант, я считаю, в Республике Беларусь вполне возможен, но я говорю, сейчас это просто предположение, и мы будем наблюдать за той ситуацией, которая там развивается, но мне все-таки, конечно, хотелось бы переключиться на Украину, потому что... Вот подожди, вот сейчас вопрос такой, да, не сделают ли в Беларуси провокацию, как когда-то сделали в Одессе, причину найдут? Дело в том, что в Республике Беларусь там нету таких предпосылок. Мы помним, буквально еще в 15-16 годах была такая попытка в Восточной Могилевской области пропагандировать русский мир, и те же самые российские пропагандисты и их агентуры, они были и Лукашенко арестованы и посажены там в тюрьму. В этом плане Лукашенко намного лучше справляется с российской подрывной агентурой, с идеологической агентурой, чем в Украине. А в Украине тут, к сожалению, было все ослаблено. То есть это, как сказать, это разная агентурная природа, потому что в Республике Беларусь, если есть агенты российского влияния, то они находятся в органах власти, а в Украине, помимо этого, значительные объем агентурный был из представителей так называемых пророссийских организаций и органов власти, поэтому как раз-таки в Одессе Россия действовала так, как она, например, не могла бы действовать в Республике Беларусь. То есть такой маневр исключен Беларусь. Юра, вот ты прогнозируешь возможность начала конфликта России с Украиной, да? Я хочу быть точным формулировок и напомнить зрителям и слушателям, что Российская Федерация и Украина находятся в состоянии международного вооруженного конфликта с 20 февраля 2014 года, когда россияне начали предпринимать попытки оккупировать автономную республику Крым. Ну, в общем, как-то сейчас более или менее устаканилось и вдруг новый виток, как говорится, произойдет, да? Но ведь Украина, она сейчас партнер НАТО, это сдержит, это может сдержать Россию? Украина партнер НАТО по одной из программ. И программа партнера НАТО, она предоставляет для Украины две основные возможности. Первое, это участие в военных учениях с войсками стран НАТО. И второе, это обмен различной военной и разведывательной информацией. Но, что касается первого, значит, это Украина, она и так, в общем-то, до этой программы проводила ряд совместных военных учений с странами НАТО, и вооруженными силами Северо-тактического альянса. И сейчас она, в общем-то, это проводит. Только таким образом она будет больше участвовать в военных учениях вместе с НАТО. Эта программа более-таки расширенных возможностей. И вот второе, по поводу обмена военной и разведывательной информации, это сейчас очень важно, потому что в преддверии планируемого Путина военного вторжения на южной территории Украины, также со стороны временно-оккупированной территории отдельной, точнее, временно-оккупированной территории Оргола, отдельной Донецкой и Луганской области, разведывательная военная информация, ну, она сейчас, в общем-то, на весь зону. То есть, НАТО таким образом будет снабжать украинское военно-руководство информацией о маневрах российских войск, об их конфигурации, ну, соответственно, о планах российского военного командования, в том числе по военному вторжению на свободные территории Украины. Поэтому, безусловно, этот статус важен, но больше иных каких-то прав Украины он не предоставляет. Вот смотри, да, как продвигается вообще движение Украины в сторону НАТО, чтобы стать членом НАТО? Когда это может произойти? Я хочу сказать, что, вот, обратите внимание на цифры. 3 и 4 апреля 2008 года, уже как более 12 лет назад, в Бухаресте прошел саммит НАТО, когда решался вопрос о наделении Украины статусом ПДЧ. Это дача Украине плана действий по членству в НАТО. Это очень важная вещь. И вот тогда, как раз-таки, Путин разговаривал с президентом США и говорил, что Украина это не это государство, и Россия предпринимает все усилия, чтобы Украина не вступила в НАТО. После этого почему-то все переговоры о даче Украины плана действий по членству НАТО, можно сказать, приостановлены. Поэтому мы сейчас во взаимоотношениях с НАТО даже еще не подошли к той ситуации, когда Украина была 12 лет назад, в 2008 году. У Украины нет плана действий по членству НАТО. Но, что важно, я вот хочу воспользоваться твоим эфиром и сказать, что Украина сейчас может добиться не именно от НАТО, а от Соединенных Штатов Америки. Поскольку в США сейчас идут выборы, а Путин намеревается осуществить вероломные военные обнаружения, на этом фоне президент Владимир Зеленский должен сразу сходу обратиться к президенту Трампу как к одному из кандидатов на пост президента США и действующему президенту, что президент Трамп предоставил Украине статус особого военного союзника США вне НАТО. Это реальный статус, я хочу сказать, и он дает Украине реальные возможности, фактически все те же самые возможности, что и для страны члена НАТО, за исключением права на коллективную оборону в случае российской военной агрессии. То есть 29 стран, которые участниц НАТО, которые не будут соответственно защищать Украину в военном плане путем направления своих войск. Но по крайней мере статус особого военного союзника США вне НАТО позволит размещать на территории Украины частные военные компании Соединенных Штатов в плюс до размещения ядерного оружия, отдельных видов вооружений. Плюс к тому здесь открывается военно-техническое сотрудничество Украины США, Украина может по льготным ценам покупать военные самолеты, бомбардировщики Соединенных Штатов Америки, различные вооружения, военные аппаратуры. Очень большие достаточно возможности. И вот этот статус сейчас для Украины более чем важен. Его необходимо получить. И самое важное, что у президента Трампа нет ни одного основания правого для того, чтобы отказать Украине в предоставлении статуса особого военного союзника США в НЕНАДО. И Украина, если Владимир Зеленский обратится, может получить этот статус максимум, я так предполагаю, в течение месяца. Ну вот смотри, наблюдая за Зеленским есть такое ощущение, что человек устал. Это во-первых. Во-вторых, ощущение, что он не может понять, а зачем он вообще на этой должности и зачем здесь. Это ошибочное впечатление у меня? Я считаю, это впечатление не ошибочное. И действительно, на мой взгляд, я так предполагаю, что Владимир Зеленский, он возможно устал. Уже присутствует некая усталость. ну и потом все-таки я считаю тут множество факторов. И к сожалению, он окружился не самыми лучшими людьми. В его команде, которая сейчас, ну в основном большинству представителей его команды не хватает профессионализма, понимания ситуации, административной политической воли. Если там что-то кто-то делает, то это опять-таки в основном идет на пользу олигархов и влоббирование каких-то локальных интересов неких местечковых всяких кланов и боебаронов. Но конкретно для страны в целом в масштабе государства я не вижу, чтобы эта деятельность была полезной. Ну и более того, вот например, его глава офиса Андрей Ермак, он уже фактически является президентом Украины. Потому что он обладает в стране сейчас просто колоссальным влиянием. Да, но его деятельность, кстати, я хочу сказать опасна, потому что фактически он играет роль агента Кремля, потому что он постоянно взаимодействует со своим старшим куратором из администрации президента России, это замглавой администрации Путина Дмитрием Козаком по поводу ордлоризации Украины, как Украину воткнуть в это ордло и как сделать, чтобы Украина в рамках курса безальтернативности так называемых низких договорников плавно капитулировал, то есть тут получается так, что фактически в этом направлении он работает на разрушение украинской государственности. Юра, вот представь, завтра у вас на Украине или в Украине президентские выборы, вот два кандидата, один Порошенко, другой Зеленский, как могут сложиться эти выборы, результаты? Ну, я считаю, что если говорить о Порошенко-Зеленском, то сейчас уже не будет того разрыва, который был во первом и втором туре, даже во втором туре между Порошенко и Зеленским. Он сейчас достаточно сглазится, потому что Зеленский очень сильно потекал в своем рейтинге. Но Порошенко не победит. Нет, конечно, Порошенко не победит. Почему? Потому что я хочу сказать во многом то, что сейчас происходит в Украине, вот такая подрывная деятельность российской агентуры, ну, и множество других негативных процессов, это, в общем-то, заслуга бывшего президента Украины Петра Порошенко, потому что он, в свою очередь, не смог, он не стал, к сожалению, государственником. Поэтому я считаю, что здесь и Зеленский не победит, точнее, нет, Зеленский, конечно, победит, но Порошенко точно не победит. Но, во всяком случае, уже победы Зеленского не будет с таким большим отремом, как она была год назад. И вот тот лидер, который у вас сейчас нарисовался, он тоже работает не на пользу Украине. Так получается? Какой лидер? Который сейчас фактически является у вас президентом, поскольку Зеленский как бы самоустранился. Ой, не, ну, это человек вообще, который, он пришел из бизнеса, и ему, по большому счету, плевать, о патриотизме, а Украина на все остальное. Да, я так полагаю, что если и произойдет какая-то здесь заворука в результате агентурно-подрывной деятельности Путина, то он просто, ну, максимум, что, получит звание Героя России и отправится куда-нибудь на Мальдивы или на острова пожизненно отдыхать. Юр, вот в прошлом эфире Давид Гиж-Лориан спрашивал, да, ну вот у нас Россия стоит перед возможностью распада, Украина тоже стоит перед реалиями распада. В Украине распад не может быть по одной простой причине, это монолитное государство в отличие от России. Это первое, потому что, ну, основная нация, основное народонаселение здесь, это украинцы. И то, что со стороны России это кажется распадом, то это всего лишь может быть временная оккупация отдельных территорий Украины с их целью дальнейшей деукраинизации. Как, например, оккупировали Крым и Донбасс сейчас там проходят деукраинизации и все это российская пропаганда показывает людям, как распад Украины. Но на самом деле это не так. И более того, я хочу отметить еще такой фактор, это важно, что в Украине существует, точнее, здесь проживает множество иных народов. Ну, например, вот Закарпатская область, Закарпатия. Это регион, где помимо этнических украинцев проживают этнические венгры, Словакии, Чехии, Русины, немцы даже, там Лемки есть. Ну и иные народы. И они там все сосуществуют настолько дружно, что такого дружного существования нет в северокавказских республиках российских, которые сейчас находятся в составе Российской Федерации. То есть, там никогда не было никакой этнической вражды, чтобы распад на Украине невозможен. А в России? Нет, он невозможен. Единственное, возможно, просто подрывная деятельность. Я еще раз хочу подчеркнуть, это важно. Единственное, пока существует Россия, пока существует Россия, возможна лишь подрывная деятельность со стороны Путина, после чего будет происходить оккупация отдельных территорий Украины. Это возможно, и потом, соответственно, пропаганда будет выдаваться как распад России, не ставить государство. В России ситуация абсолютно иная. Россия исторически это колония. Это колония, даже то же самое, как российские историки пишут, присоединение земель русских, это было рейдерство, это колония, где народы уже более трехсот лет закабылены. Это колония, ее распад более чем возможен и реален, но только тогда, когда народы России, которые там проживают, а в России как минимум более двухсот различных народностей и национальностей проживают. Когда все вот эти народы осмыслят, что Россия как империя уничтожала их язык, культуру, лишала их возможности на построение своей общности, своей независимой суверенной экономики, то, конечно, все эти факторы ускорят распад России. И поэтому я считаю, что распад России будет происходить, я вам более даже скажу террористичные вещи, по тому же самому сценарию, что и происходил распад Советского Союза. Просто сейчас Россия еще пока не дошла до той кондиции, до которой дошел Советский Союз, начиная с 89-го, 90-го, 91-го. Но ведь Россия может и не по национальному, а по региональному признаку, как говорится, распасться. По региональному в том числе, да, Россия тоже может, потому что были же попытки в начале 90-х годов создать независимую уральскую народную республику. И сейчас там есть определенный потенциал. Так, безусловно, и в том-то и дело, я вот постоянно всем твержу, что Московия, Москва, она только и делает, что высасывает у регионов все финансы, ресурсы, возможности. Вот, например, богатейшие регионы, республика Якутия, Саха, Сибирь, потом Урал. Ну, они могут жить, вот, если они отделятся от России, это важно, если они обретут свою государственную независимость, то, конечно, они могут жить, у них может быть лучше, чем в Европе. Но, по крайней мере, там может быть уровень жизни на уровне западной войны. В Москве будет бедной по сравнению с ними, потому что в Москве, повторюсь, еще раз, ничего нет, там были два автозавода, мы помним, это ЗИЛ и АЗЛК, которые еще при покойном в Ускове были практически закрыты и уничтожены. Не остался единственный завод, который сейчас работает на космос, делать ракеты, им не хромничего, все, а больше там фактически, еще там, может быть, несколько оборонных таких заводиков, там на беговое в этот самый, КБ Сухово, где военные делают вертолеты, все, больше, ну, ничего там нет, ничего Москве не может предоставить. Вот Иван Иванов спрашивал, да, способен ли Зеленский противостоять, если со стороны РФ начнется реальная агрессия? Если со стороны России начнется реальное военное вторжение, то, конечно, президент Зеленский и Украина будут этому вторжению противостоять. Это факт. Будут или смогут? Во-первых, будут, а вот насчет вопроса смогут, то тут зависит от подготовки, от того, как будут готовы. Но, я хочу, кстати, обратить внимание очень важный фактор, исторический фактор, который из истории войн, что если враг, например, увидит даже более крупного государства, которое может несколько раз превышать по объемам армии, что то государство, жертва, на которую он планирует напасть, в этом государстве армии и народ едины, и оно готово к обороне, то Путин может отказаться от своих планов по вторжению в Украину. Это будет опять-таки в таком случае это будет на уровне Бугалова, то есть пройдут вот эти крупнейшие военные учения Кавказ-20 отработают военные удары по Украине, даже пропаганда скажет, что... А, кстати, иногда российская пропаганда и говорит, и там же сам телеканал «Звезда» Министерства обороны посмотреть, они могут и даже откровенно сказать, что Украина нам угрожает, они легенду будут выдумывать, и мы в том числе и в связи с действиями по Украине проводим объем определенных военных учений. все, и это максимум, и это будет максимум, враг может и отказаться от своих агрессивных планов, потому что еще здесь он видит, что и армии, и народ едины, и спецслужбы, и все готовы стать под ружье и защищать свою роль. Я вот в заключении хочу процитировать Валентина Катасонова. Он сказал, они, власть России, не совершают ошибок, они действуют по программе уничтожения России и русского народа. Прокомментируй. Я постоянно говорю о том, что Путин является магическом России, и он профессионально уничтожает Россию, как государство и субъект международного права. Так как уничтожает он Россию, ни одна спецслужба, ни одни вероятности, то есть возможные враги не делают всего того, что делает Путин. Но мне, кстати, хотелось бы вернуться к Украине, к украинским событиям, потому что раз мы просто заговорили о том, что существует большая вероятность нападения Путина на Украину в конце сентября этого года, то сейчас мы видим уже началась и идет беспрецедентная агентурно-подрывная деятельность со стороны Кремля. То есть сейчас настолько сильно активизировалась здесь внутри Украины российская агентура, ну я считаю, что это просто беспрецедент, и они уже себя фактически, то есть они не скрывают, что здесь действуют. и тут важно обратить внимание, что если идет чрезмерная агентурно-подрывная активность, то соответственно это может, ну только специалисты могут это увидеть, что соответственно сценарий захвата Одесской, Николаевской, Херсонских областей, то, что планирует сделать Путина, это у него план максимум, вот по этому плану максимуму, он может пройти намного быстрее, чем это было в Крыму и в Донецке, то есть это может быть, то есть сценарий он тот же по захвату, молодчики тетушки собрались, пропутинские, вот под руководством их ФСБшных грошных кураторов захватили, и тут сразу раз зеленые человечки под камеру это будет все сделать, то есть а вот этот сценарий, который планируется Кремля, он просто может произойти в более сжатом виде, это кстати очень важный фактор, и потом Путин сейчас действительно опять-таки требует от своей агентуры намного больше подрывных действий против Украины, чем сама агентура в состоянии их выполнить, это тоже очень важно и показывает, что Путин действительно очень сильно торопится реализовать свои планы по военному вторжению в Украине. Да, ну в общем мы живем с вами во время очень интересных событий, а впереди будут еще более интересные события, как говорится не дай нам Бог жить в эпоху перемен, но с другой стороны раз выпало в это время жить мы никуда не денемся. я напоминаю, что у нас по пятницам в 17 часов будут как раз встречи с Юрием Шулепой, это обзор будет взаимоотношений Украины и России, и вообще все, что происходит на этом фронте. А через час приглашаю вас на эфир с Юрием Медоваром, российским ученым. Юрий Юрьевич, ну что, до следующей пятницы. Да, Светлана, до следующей пятницы. Всем пока и тебе тоже счастливо. Так что.